22 июня 1941 года. Этот день нам всем известен как начало Великой Отечественной войны. Почувствовать, что испытывали люди все годы, можно на выставке в галерее Горщина «Шел солдат во имя жизни». Однако галерея сейчас закрыта, поэтому выставку можно посетить онлайн. В преддверии Дня памяти и скорби самое время вспомнить о событиях военных лет. Химкинская галерея предлагает посмотреть на Великую Отечественную войну через призму дневников и зарисовок фронтового художника Виктора Титова. Документальная графика прямо из окопок легла в основы экспозиции. Но так как галерея закрыта для посещения, сотрудниками музея было принято решение снять виртуальную экскурсию. Мы впервые снимаем виртуальную экскурсию, посмотрим, как это будет выглядеть в соцсетях, потому что музей до сих пор у нас закрыт. Скорее всего, посетителей мы будем ожидать только в следующие месяцы. Но, тем не менее, мы каждый день что-то для наших предполагаемых посетителей готовим в соцсетях. Экспонаты предоставили семья Титовых, школа номер 14, а также театр «Наш дом». Например, благодаря ему на выставке в обычные дни работала интерактивная зона, где посетители могли поближе познакомиться с бытом простых солдат. Печка-буржуйка, походный котелок, чайник и, конечно, то, без чего сложно представить советского военного – винтовка Мосина. Так как это бутафорское оружие, конечно, оно легкое, чтобы дети могли с ним, скажем так, поиграть. Настоящее оружие, оно весило около 5 килограммов. То есть это достаточно такой хороший вес. Тяжело на себе плюс нести 5 килограммов. Ну да, это, ну, килограмм максимум. Так что нашим предкам было сложнее. Посетить виртуальную экскурсию можно из любого места. Она будет доступна в социальных сетях Химкинской галереи имени Горшина, а также на телеканале Химки ТВ и одноименном ютуб-канале. Ксения Брагина, Николай Забродин и Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова